Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. Мой канал Тара Терапевтический. И сегодня мы посмотрим с вами, хочет ли он отношений. Хочет ли он отношений вообще и хочет ли конкретно с вами этих отношений. Ну и какими они будут, какие вообще есть перспективы или же нет этих перспектив. Смотрим мы на ближайшее время и заглянем немножечко подаль. То есть вы себе загадаете примерное время, ну примерно месяц-два, ну не больше трёх. Итак, кстати, сразу поставьте лайк этому видео. Пусть всё хорошее приходит в вашу жизнь и плохое поскорее уходит. Энергия благодарности, она имеет свойство накапливаться и возвращаться к вам волшебными сюрпризными моментами. Да, даже порой бывает тогда, когда не ждёшь. Так, а вот здесь сразу показывают нам большие ограничения. Сейчас посмотрим, с чем эти ограничения связаны на данный момент. Давайте посмотрим сигнификацию, характеристику мужчины. Период он проходит некоего обучения. Знаете, сам свои уроки проходит, можно так сказать. Особо ему никто не указ. Видно, что сложный период. И, знаете, он обороняется, он ожидает подвоха. Сейчас мы спросим вообще, ну вот судя по данным арканам, к отношениям он относится очень и очень сложно. Какой-то уже побитый, раненый он в этом вопросе. Извините, он не торопится. Вот он уже как научен горьким опытом. И, возможно, ещё обучается. Ну, смотрите, опять мечи. Мечи Пентакли. По поводу отношений он себя чувствует беззащитным, уже кем-то брошенным когда-то. И сейчас эта информация до сих пор считывается. Сомнения не хочет он. Вот пока на данный момент, знаете, он даже сложно думает на эту тему, на тему отношений. Но мы в целом спрашиваем, да, сейчас посмотрим ещё, что относительно вас, да, какая нам информация, какая карта ляжет на вас, какая придёт информация относительно вас. Может быть, там будут изменения. Смотрите, вот у него сомнения, и он не видит, он перспектив. У него сердце, знаете, холодно его сердце. Не хочет пока размораживаться. Ну вот шут аркан. И у него вообще не сделаны шаги и действия. Тут есть ещё секретные секреты. Видите, ключик, да. Ворон держит ключик. И замочек ещё нужно будет приоткрыть. То есть здесь к его сердцу нужен особый подход. Не всем он его открывает, он идёт по шуту. Сам по себе. Мужчина сам по себе. Может вообще во все тяжкие пускаться, да, в новые какие-то дали, дальние, в новые отношения. Может выбирать, искать. Ну давайте посмотрим сейчас ещё его характеристику. Настолько ли он прям глупый, бесшабашен. Или же прям в отрыв идёт от того, что плохо ему на душе, сердце, на сердце грусть, никому не верит. Да, шестёрка мечевая. То есть он иногда хочет сбежать куда-то в прямом смысле слова. Особенно если у него есть транспорт и дороги перед ним открыты, да, то это всё. Это вот он сел и поехал. Раньше бы можно было сказать, что сел на лошадку и поскакал по степям, по долам. Значит, вот силушку богатырскую, да, померить, да, ну и удаль свою молодецкую, так сказать, порастрепать, да, по вольным степям до ветрам. Смотрите, он всё-таки выходит одиночкой. Одинокий. И процесс трансформации. Вот здесь есть сложное, тяжёлое расставание. А у него ещё не прошло. Он пытается сбежать от каких-то неприятностей, от неприятных ощущений. Очень болезненное состояние. Всё, что касается отношений, на самом деле причиняет ему боль. Теперь давайте спросим относительно вас. Что же там по поводу вас? Какую колоду взять? Какую мы возьмём сегодня с вами колоду, чтобы просмотреть вас? Какой он видит вас? Какой он вас считывает? И готов ли он строить отношения с вами, этот одинокий волк? Давайте будем смотреть. Девочки, ну, значит так, мужчина тот, который любит охотиться. Он любит азарт, любит, чтобы, ну, знаете, была интрига. Просто так он не хочет. И он сам вышел, он показался активным, деятельным. Сам по себе он энергичный мужчина. В нём много задора. В нём есть харизма, есть любовь к себе, уважение к себе. И он требует того же от окружающих. Причём, смотрите, вот он с вами на долгое, на долгое, долгое, прекрасное, далёко, не загадывает. К этому нет ещё достаточных эмоций и чувств. Он их не раскрывает по отношению к вам. Переходный период, переходный момент. Мы видим по тринадцатому аркану и по двадцатому аркану. Вот его отшельник, да, ещё какие-то думы, печали. И иногда он хочет уйти в новое, но с очень тяжёлым сердцем. Процесс трансформации, скорее всего, ещё не пройден. То есть вот он через своё внутреннее одиночество, да, и он как-то должен пересмотреть своё прошлое, простить, отпустить обиды или хотя бы просто отпустить, если он не может простить, но это уже его отработка личностная, да, вам идёт просто как информация. Кстати, у нас общий расклад. У тех, кого бьёт, смотрим, у кого резонирует, у кого нет, но и те, кто желают обратиться по своей личной истории, да, нюансы, узнать те, которые касаются лично вас, пожалуйста, читайте информацию под видео, я смотрю экстрасенсорно. Ну и продолжим. Значит так, здесь у мужчины сложный переход, знаете, как от малого, от малого, да, от малых действий дальше уже к большим каким-то. Вот здесь, если бы он знал, что есть техники перепросмотра, да, возможно, он уже там наплевал 300 раз, да, на то, что у него было когда-то, а тем не менее шлейф этот есть, осадок-то остался и с него считывается. А вообще мужчина довольно-таки страстный, любвеобильный, может быть любвеобильным, не любит, когда его критикуют. И опять же у него вот это вот уважение к себе, чтобы его уважали, но оно очень-очень-очень высоко. И с ним нельзя, скорее всего, так, как «Эй, ты, слышь там, да?» Вот здесь достаточно уважительно и прочее. Ну, то есть даже если вы шутите, то есть какая-то похабщина, пошлость, недопустима. Ну, или же, знаете, когда вы будете ему, его чему-то учить, какому-то уму, разуму, скорее всего, он просто в лучшем случае проигнорирует. Вот смотрите, по отношению к вам, опять что, пока мы не видим развития, то есть он ещё, с одной стороны, не думает, он просто не думает о том, насколько глубоко. Вот вы общаетесь и общаетесь, да? Но кто-то встречается, кто-то на расстоянии. Ну всё. Вот есть это и есть. Просто как факт, как данность. По двойке Пентаклей можно отметить то, что точно он уже вас как-то подпустил, он уже вас пропустил в свою бытность, в своё поле, пусть не до конца, пусть, может быть, не очень близко, да? Пусть… Но уже вы как-то прошли туда. То есть он здесь не колеблется. Но и перспектив особых пока он не строит. Ну, давайте сейчас заглянем немножко подальше. Можно ли растопить твоё сердце и вообще, как ты видишь девушку или женщину, которая тебя загадала? Просто как ты её считываешь? Как она тебе энергетически, может быть, внешне, духовно? Шестёрка Пентаклей. Ну, во-первых, здесь какой-то дружеский момент присутствует, некая справедливость, уравновешенность. Вы можете друг другу как-то быть нужными, важными в определённый момент, поддержать друг друга. Вот смотрите, опять Пентакли вы идёт. Королева Пентакли, девочки, но он вас считывает или он хотел бы вас видеть заботливой и постоянной. Та, которая будет знать себе цену и свой интерес. Ему интересны женщины, уважающие себя, и те, которые сначала думают, выгодны или нет. Вот как ни странно, да, ему нужна вот такая черта характера в вас. И, возможно, он это видит, он вас считывает. Сейчас посмотрим, хорошо это или плохо. Скорее всего, хорошо, потому что десятка мечей выходит перевёрнутая. То есть здесь какая-то пилюлька для него. Вот в этом вашем состоянии, вот в этом вашем постоянстве. То, что вы как константа, вы есть, и всё. И хорошо, это уже хорошо. Дружеское отношение здесь. Неплохое заземление идёт. Так. Опять же Пентакли, но уже девятка. То есть от материального переходим в разряд какого-то подарка, счастья, радости, да, какого-то удовольствия и удовлетворения. Вот общение. Вот здесь он проходит с вами очень сложный этап. И, скорее всего, с вами он его перескачет, да, или перескочит. Здесь могут быть, кстати, и энергии. Может быть, у кого-то было воздействие негативное. То есть какие-то сложные моменты. Он проходит с вами. Он, может быть, вам не жалуется, но вы как-то идёте как поддержка, как опора. Может быть, он… Вот не знаю, как у вас конкретно, у каждой девочки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, да, мне интересно будет, как у вас это проигрывается. Но, тем не менее, я знаю, что вы где-то есть, где-то вы рядом, да. Хорошо, это как счастливый случай для него. Смотрите, здесь сама судьба. Только единственное, что сейчас она как-то вниз вас может заматывать. И он так считывает, да, что он очень хочет подняться. И тут вот как бы все бегут друг за другом, да. Чтобы догнать, надо убежать. Вот очень интересно, кстати, по Олесе здесь, да, трактовочка просто потрясающе, восхитительная. Как и сказки. Ты бежишь, ты догоняешь, с другой стороны ты же и убегаешь. Ну, вот так. То есть я надеюсь, вам немножечко сейчас понятнее, да. То есть чтобы как-то достичь, нужно очень сильно разогнаться, с другой стороны получается убежать. Догонять, убегая. Убегая догонять. Парадокс, да? Ну, вот так. Так, что еще по отношению к вам? Ох, тут у него прям подсознание. Что-то так глубоко спрятано. Девочки, он очень боится подвоха с вашей стороны. То есть он очень осторожничает. Он не хочет нарваться, он не хочет опять. Слово-то такое. Не хочет он разочароваться. Мягко говоря. Ищет подвох на самом деле. И смотрите, вот он пока не в состоянии здраво рассуждать по поводу вас. И опять же, вот надо хорошо все продумать, как-то измерить, да, и какое-то принять решение. Но не готов. И он к общению, к серьезному не готов. А вот шестерка мечевая, смотрите, повторяется. Прям друг вот напротив друга, да. То есть информация. Опять же, этот будет период или переезд в новое очень сложным. Вам еще нужно как-то встретиться. Или же здесь, если вы уже встречаетесь, то вам нужно как-то еще побольше друг друга узнать. Вместе у вас можно начать проходить какие-то этапы. Ну, в общем, все должно быть полуэтапно, не торопясь. И будет очень много сомнений. Ну, что же касается отношений. Сложное развитие этих отношений. Опять рыцарь Пентакли выйдет. Он уже был у нас, показывался. То есть здесь, да, здесь дружба, здесь взаимопомощь очень медленная. Но она имеет место быть. То есть тут запрягать будет очень долго. И потомчать, несмотря на то, что он жезловый, он должен быть очень активный. То есть везде в жизни, в социуме, да, со своими близкими, родными, он может быть очень даже быстрым на подъем. Что касается отношений в целом, ну и относительно вас, все. День запрягаем, за пять минут долетаем, да. Ну, по итогу делите информацию на два. Кубковый, перевернутый. Капризный. Капризный, эмоциональный, кстати. Возможно, эмоции свои он очень сильно прячет. А может быть, кстати, вы могли замечать, да, что иногда нет-нет, да, какой-то рисковатый, вдруг ни с того, ни с сего. Тоже сложные периоды психи различные есть. Давайте посмотрим. Хотел бы он от вас вообще что-то, чего-то, вот чтобы ему захотелось эти отношения развивать с вами. Какой бы хотел вас видеть, возможно, интересно. Король. Жезловый опять выпадает. Ну, здесь мы видим, что похоже король с длинными косами. Но, правда, это индеец. Очевидно. Хотя. Так. Восьмерка кубков. Хотел, знаете, чтобы вы были налегке и умели как-то легко прощаться сами со своим прошлым и двигаться навстречу счастью. Да. Какие-то такие нотки более, знаете, вот здесь должна быть сексуальность, скажем так, природная открытость, иногда даже вот что-то, какие-то мужские характеристики, то есть скорее всего, чтобы по страсти вы друг другу совпадали страстно, физически, физиологически. Вот здесь нужно, чтобы были открытые, раскрепощенные, да, то есть не жеманная такая. Я не такая, я жду трамвая. Открытые, чтобы ему соответствовали. Ну, это, знаете, как мужчина, он может прийти, взять, да, и вот так. Ну, и здесь вот что-то с этим. Ну, опять же, надо быть очень аккуратными девочками. Здесь под мужской характер не всё заточено. Здесь частично, здесь может проиграться именно живость как-то. Это и карьерная может быть, и сексуальная может быть. Вы очень сходитесь, да, есть какие-то цели, да, привыкли их ставить и добиваетесь. Это не значит, что вы должны его за шкварник брать и трясти как липку. Пойдём, мой милый, в упочевальню. Ну, или там в ЗАГС, например, да. Но вот какая-то открытость и прям природная это должно быть. То есть вот сложно объяснить словами. Я надеюсь, что вы каждая для себя это поняли. Ну, то есть можно говорить много. А краткость — сестра таланта. Я надеюсь, что, девочки, каждая из вас поняла, что имеется в виду для каждой из вас, да. Каждый для себя. Выберите, что вам будет поинтереснее. Вот из услышанного, да, на себя переложить, на вашу ситуацию конкретно. Итак, семёрка меча опять повторяется. Опять это неискренность. То есть он всё равно, вот он видит, он немножко ожидает от вас какого-то подвоха, дорогие. Не может он расслабиться. Но опять же ответственность. Опять же пятёрка. Иерофант. Да, возможно, мужчина, если уж он соберётся вас для отношений рассматривать, то это будет действительно что-то серьёзное. Но это и ответственность. Поэтому ему нужно очень хорошо вас проверить, чтобы подвохов никаких не было, подводных течений не было, чтобы вы были налегке, чтобы у вас не было никаких бывших, настоящих и прочее. Ну и вот здесь то, что держать победу какую-то вместе, и, возможно, как-то очень даже неплохо, постепенно, поэтапно, возможно, даже и шалашик свой совместный построить, какие-то успехи совместные переживать в хорошем смысле этого слова, от слова радоваться. Что ты сам можешь дать, если ты задумаешь эти отношения развивать вообще? Что ты можешь дать? Прекрасно. Девятка кубков. Ну, это, знаете, это какое-то счастливое состояние просто. Вот то, что вы этого достойны. Любовь может дать. Любовь. Влюблённую большую, светлую, чистую, нормальную, настоящую. Любовь. Со всеми вытекающими ещё. Ну, смотрите, опять. Очень много мечей. Здесь какие-то ограничения будут. Опять же, возможно, он ограничит ваши походы куда-нибудь, да, потому что он любит соперничество, но он не допустит, чтобы его женщина разгуливала, где попала, с кем не попадя, да, ну, шаталась и шарахалась. Такая вся вот король жезловый, да. То есть тут будет навряд ли. Вот вы поймёте, когда… Вот если он будет готов действительно к отношениям, здесь перспектива, в принципе, она есть, то тут уже, скорее всего, он вас под усцы и в хлевушек, да. Дальше. Пентаклевая восьмёрочка. Ну, то есть здесь ещё предстоит работать и работать. То есть всё сладко и гладко не будет, даже если проснётся любовь и чувства. То есть тут ещё работать и расслабляться с ним нельзя абсолютно. Я так понимаю, что и он тоже готов работать над отношениями. Смотрите, здесь постоянно нужно следить за уровнем своей энергетики, в случае чего может быть так, что… Всё. Я пойду немножечко там перезагружусь, да. Может, знаете как, вот такое чувство, да, что пропадает куда-то. Но на самом деле ему нужно давать просто восполнить свою энергию этого мужчины. Потому что он может быть внешне холоден, а внутренне у него там целый ураган всего. Может происходить очень большая борьба, работа, всё что угодно. То есть внешне он может казаться вот таким непробиваемым, да. Итак, вам. Что делать вам? Давайте посмотрим, что делать вам. Сейчас я возьму колоду, которая очень похожа. Вот такая тоже огненная страстная колода. В одной стилистике. Один бренд выпускает эти замечательные карты. Давайте посмотрим, что делать вам. А у вас дорога, прекрасная дорога. Кстати, это развитие. Это гармоничное состояние, девочки. Но вот у вас здесь немножко что-то с вашей интуицией. И по тайной женщине здесь как-то недопустимо. Или очень, не очень хорошо, если вы будете тайной. Причём такой тайной-притайной, да. И если это женатый мужчина, вы очень… Вот здесь как-то скачок перескочить придётся через что-то сделать. Или как бы, знаете, не сделать перескок. Вот как раз-таки рисковатый. И, может быть, даже если поторопитесь, можете оказаться как-то в состоянии нересурсности. Здесь странно. Давайте проверим третьим арканом, что это значит. Что означает. Ну, это, кстати, восьмёрка кубковая. Это можно будет… Кстати, вы сами можете на некоторое время даже уйти. Как-то ретироваться из этих отношений, потеряться из них. Возможно, вам немножко почудачить, дуркануть, скажем так. Потому что у вас перевёрнутая выходит жреца. А у него там ровный иерофан, а у вас наоборот. То есть здесь нарушить какие-то традиции, да. Какая-то бесшабашная выходка какая-то, девочки. Ну, сейчас ещё посмотрим. Уйти вот здесь налегке. Может быть, от прошлого как-то вам уйти. И поиск – это девятка кубков. То есть вы как-то прекрасно выйдете из прошлого, да, что-то там. Попрощаетесь, проработаете, да, свободные. И поиск счастья. Должны вы счастье своё найти. И, главное, десятка. Ну, смотрите, карты хорошо перевёрнут. Правда, не полное счастье, да, вот как бы, чтобы это было семейное. И тем не менее у вас, смотрите, восьмёрка, девятка и десятка, да. Как-то вы прямо на верном пути. Скорее всего, вам просто какие-то шаги надо будет делать. Вот вообще нетрадиционное, то, что не принято. Может быть, не чувствовать, не слышать даже свою интуицию, да. А как-то раз и всё. Ну, смотрите. Вот у вас опять. Ага. Здесь вот ваши движения, девочки. Вот здесь справедливость аркану, это старшие арканы. Здесь нужно очень хорошо подумать, прежде чем перескочить, да. Нужно баланс какой-то найти и понимать. То, что с вами происходит, это уже наработано в вашем прошлом. Здесь какие-то кармические следы, нюансы, да. Здесь прям карма рулит. И точно вам придётся через что-то перешагнуть, как-то перепрыгнуть. Какой-то новый уровень скакануть нужно будет. Так, а что не означает? Это означает, что вести у вас будут. И движения действительно, вы как-то перескочите через, может быть, сложности. Но просто действительно каким-то интересным путём. Кто-то из вас даже, знаете, как говорят, что по головам пройтись, да. Очень странно. Как-то запутано немножко. Знаете, здесь что показывают? Да, у вас тоже сложный переход. Вот здесь нужно быть, просто понять, что нужно вам. То есть не извиняться за своё счастье, за то, что вы хотите. Кто-то из вас действительно скажет «моё и всё, хочу». И, скажем так, с эльфилёвой башни пиливать я хотела, да, на ваши моральные вот эти все устои и прочее. Девочки, вот как-то так. Дальше бы я не хотела эту тему развивать. Потому что, потому что, ну здесь ещё закрытых шагов вы не делаете. Должно пройти какое-то время, да, что делать вам. Но, во всяком случае, своё не упустить. Что уж там ваше, только вам известно. И опять же, у вас здесь не выходит колеса фортуны, что от этого прям очень многое зависит, да. То есть вы здесь как-то сами должны поступать по совести. Даже если это как-то будет немножко наоборот выглядеть. Но всё, принимать решение только вам. Я надеюсь, что информация вам была интересна и полезна. Давайте просто сейчас возьмём пару-тройку. Ещё совет-рекомендацию от другой колоды. Вот другой колоды. Вам придётся ещё, знаете как, вам придётся, блин, такое слово, ну это мужское, повоевать, побороться. Немножко цинизма, любви к себе. И вот у вас наоборот, если мужчина будет отлёживаться где-то, у вас наоборот идёт период такой, что прям берёте быка за рога. Ну или зайчика. За хвостик, за лапки. Или за ушки. Ну как-то так. Ну что, дорогие, вот на этой волне закончим сегодняшний наш сеанс. Я надеюсь, что вы уже подписались, да. Поставили лайк, чтобы всё хорошее сбывалось и было для вас наилучшим и наилучшим образом. Ну и также обращайтесь индивидуально, кому интересно. Повторюсь, информация под видео. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok